Так, ну вот, поскольку мы факторизуем по n, где все соотношения такие содержатся, так, то действительно уже вот это отображение стало билинейным, но с другой стороны, значит, для того, чтобы построить вот это отображение, нам теперь осталось последнюю вещь пронаблюдать, следующую, значит, вот здесь у нас есть линейное отображение, чтобы показать, что оно пропускается через фактор по какому-то модулю, через факторы, по каким подмодулям оно будет пропускаться, это линейное отображение, через факторы по подмодулям, лежащим в ядре, то есть нам нужно последнее, что осталось нам показать, чтобы показать, что здесь существует единственное ТЭТА, нужно показать, что, что n содержится в ядре ЭТА, ну и почему бы это так было, а потому что отображение ПСИ является, ну и все видят, что я опять здесь забыл нарисовать Е, но мы договорились здесь писать Е, ну да, так, все помнят, что отображение ПСИ является билинейным, поэтому если мы перед всеми этими вещами пририсуем буковку ПСИ, ну вот здесь и вот здесь, да, вот здесь, вот здесь и вот здесь, мы получим нули всегда, но это ровно и значит, что эти вещи лежат в ядре, значит эти штуки лежат в ядре, так, это ровно значит, что это линейное отображение ЭТА пропускается через фактор ПАЭН, то есть здесь существует единственное отображение, которое делает треугольник коммутативный, так, то есть это значит, что вот это вот и есть, это и есть наше тензорное произведение, то есть мы доказали, что тензорное произведение существует, так, но это конечно совершенно замечательная конструкция, так, но обладает некими, неким недостатком, все понимают, значит, что даже когда мы взяли конечномерные вектные пространства над пулем, так, то чтобы построить тензорное произведение двух конечномерных вектных пространств, которое само является конечномерным вектным пространством, мы строим его как фактор одного бесконечномерного вектного пространства по другому бесконечномерного вектного пространства, Но, как вы понимаете, Кронекер нас бы не понял, но даже если бы понял, то все равно осудил. Так, он считал, что как-то это неправильно, так сказать, строить конечномерную вещь из двух других конечномерных через, понимаете, бесконечномерную конструкцию. Так, Кронекер сам, кстати, вовсю использовал тензорные произведения, вот в теории матриц, тензорные произведения называются Кронекерским произведением. Вот, называется Кронекерскими произведениями и, конечно, их вовсю использовал Кронекер во второй половине девятнадцатого века. Ну и как же он их определял? А он их определял, так как их и сегодня определяют геометрии и физики, вот таким вот образом. Значит, он брал два столбца x1, xm, y1, yn и умножал их, вот таким вот образом. Значит, x1, y1, x1, yn, xm, yn, все поняли, что там, так сказать, между этим. Вот это тензорное произведение по Кронекеру, вот сейчас я вам это и расскажу. Это называется параграф 2 базис тензорного произведения. Двух модулей. И, кстати, значит, вот структура тензорного произведения, она, ну вот, резко упрощает. То есть вот на этом основаны, огромное количество используемых сегодня в Computer Science алгоритмов, основанных на использовании тензорных произведений, ровно потому что они позволяют компактнее организовывать, ну и нагляднее организовывать данные. Ну вот представьте себе, значит, какое-нибудь там пространство крошечной размерности типа 64. Так, вот клетки шахматной доски. И теперь представьте себе, что шахматная доска организована не как шахматная доска 8 на 8, как тензорное произведение двух восьмимерных пространств, а как, значит, одно 64-мерное пространство. То есть они не организованы в виде доски, а вытянуты в линию. Так, ну и что нагляднее, как вы думаете? Более того, с чем легче считать? Вот ровно это используется во всех вычислениях. Значит, а еще нагляднее, конечно, было бы представить, как произведение там 4 на 4 на 4. То есть шахматную доску организовать в виде трехмерной шахматной доски, у которой всего 4 горизонтали, 4 вертикали и 4 чего-то. Там были правила приходы странные или нет? Да нет. Вот, значит, итак, сейчас я вам расскажу второе определение тензорного произведения, которое формально, так как я его расскажу, годится только для свободных модулей конечного ранга, но зато для свободных модулей конечного ранга доказывает существование тензорного произведения, сугубо оставаясь в рамках конечного ранга, то есть без всяких бесконечно мерных конструкций. Итак, возьмем два свободных модуля и выберем в них базисы. Так, значит, тогда мы определим тензорное произведение двух этих модулей следующим образом. Значит, вот это определение, которое дают, так сказать, физики и инженеры. Ну и некоторые геометры. На самом деле, большей частью более продвинутые геометры дают другое определение, неправильное, значит, но которое там становится правильным, если… Но оно всё равно идеологически неправильно, оно работает, да, оно совпадает с правильным для конечномерных свободных модулей. Значит, вот так определение такое инженерное состоит в следующем. Значит, что У тензор на В, это свободный модуль вот такой вот размерности, М умножить на Н с базисом, с базисом, значит, Е1 тензор на Ф1, вот то, что написано здесь и так далее, Е1 тензор на ФН и так далее. Так, ну написать вторую строчку, Е2 тензор на Ф1, Е2 тензор на ФН, но третью я уже писать не буду. Напишу последнюю, ЕМ тензор на Ф1, ЕМ тензор на ФН. Так, вот это то, что называется, значит, по-английски, это называется тензор бейс, но по-русски обычно говорят тензорный базис, но тут есть небольшой оттенок смысла. Но я не знаю, как это, как этот оттенок смысла передать по-русски. Тензорированный, но так никто не говорит, да. Вот, то есть тензорный базис это тензор бейс, а это тензор бейс, это когда мы взяли две вещи и их, так сказать, оттензорили. Ну и понятно, как устроено отображение. Это еще не определение, конечно, потому что я еще одной вещи не доопределил, как устроено отображение. Но отображение, понятно, устроено так, чтобы... Так, ну как задается билинейное отображение? А, и тут я понимаю, что я в первом, в нулевом вопросе еще чего-то не сказал. Что все-таки нужно было нулевой вопрос рассказать. Но я считал, что я это уже рассказал в прошлом году. Так, как устроено, на чем задается билинейное отображение? Ну мы это обсуждали, когда обсуждали билинейные формы, правда? Когда обсуждали матрицу грамма, да? Оно задается на парах базисных векторов. Так, то есть, значит, а на парах базисных векторов понятно, как мы его зададим. Нам осталось определить отображение, которое в паре векторов сопоставляет элемент тензиного произведения. Значит, осталось определить Фи из У крест В в У тензорно В. Так, которое вот, значит, У В сопоставляет что-то. Так, ну что сопоставляет? Ну понятно, У тензорно В, только не понятно, что это такое. То есть понятно, это вот оно написано, но мы еще не понимаем, почему это так. Значит, что у нас есть сразу? У нас есть, значит, базис, элементы которого отвечают парам базисных элементов. Поэтому, значит, существует вот что. Мы можем сказать, что вот такая-то пара, она-то уж точно переходит в Я и тензорного Фи. Так, вот, но на самом деле вот это сопоставление уже единственным образом определяет билинейное отображение. Так, вот это ровно то, что я вам не сказал, что полилинейное отображение свободных модулей полностью определяется своими значениями на наборах базисных элементов. Значит, полилинейное отображение на свободных модулей, на произведениях свободных модулей полностью определяется заданием значений. На наборах именно базисных элементов, элементов базиса. Ну, в частности, вот, значит, существует единственное, существует единственное Фи, значит, из У крест В в У тензорного В, такое, что, значит, Фи от Е и ФЖ, единственное билинейное, такое, что Фи Е и ФЖ равно Е и тензорно ФЖ. Так, то есть в этом определении знак тензорного произведения вообще никакого смысла не имеет, он просто используется как формальный значок. Понимаете, да? Вот пока это просто формальный значок. Мы просто обозначили, но могли любую другую, любой другой значок нарисовать. Вот, значит, ну вот, так чему он равен на векторе УВ, на паре векторов УВ? Значит, чему равно Фи от УВ? Ну, понятно, нужно разложить один вектор по базису, другой вектор по базису и использовать белинейность. У равно, чего там, Х1, Е1 плюс и так далее, плюс ХМЕН, В равно И1, Е1 плюс и так далее, плюс ИНЕН. Так, ну и начинаем считать, чему равно Фи от УВ? Ну, подставили, так, ну я не могу заниматься чистописанием. Чего? Ф, конечно. Спасибо, потому что это описетка. Каждый двадцатый символ на доске неправильный, это, так сказать, вы должны из этого исходить. Причем не только на том, что я пишу, а на том, что кто бы то ни было пишет. Ну, конечно, может быть, бывают люди исключительно аккуратности, у которых каждый пятидесятый символ неправильный. Но потом проблема в том, что, так сказать, если не происходят корректировки, вот вы знаете, как там при переписывании туры, да, так сказать, там считают, там есть специальные правила, по которым, много специальных правил, по которым они знают, что какую-то букву не так написали. Вот, потому что если такой корректировки не производить, то, так сказать, после там нескольких переписываний текст разрушается целиком. То есть если несколько людей, которые не понимают математическое декачество и его последовательно переписывают, то после там пятого переписывания невозможно восстановить то, что было вначале вообще. То есть декачество разрушается полностью. Значит, то есть в этом опасность формализованных доказательств. Так, ну все понимают, что тут происходит, да, мы должны написать φ от x1, e1, плюс и так далее, плюс xm, e, m, y1, f1, плюс и так далее, плюс yn, fn, равно, воспользоваться беринейностью, раскрыть скобки, получится сумма по i от 1 до, так, ну какие скобки? Вначале раскрываем это без разницы, да, это называется изменение порядка суммирования. Значит, i от 1 до m, g от 1 до n, значит, чего там x, i, y, g, φ от e, i, f, g, но φ от e, i, f, g мы даже знаем, чему равно, то есть это будет равно сумме по i от 1 до m, сумма по i от 1 до n, x, i, y, g, e, и тензорно f, g, и вы мне сейчас скажете, что вы где-то до сих пор это видите на доске. Вот здесь, правда, да? То есть это и есть, значит, это и есть функция с разделяющимися переменными. То есть мы просто берем, это то, что в системах опьютной алгебры называется outer product, то есть мы берем два вектора и умножаем каждую координату на каждую координату. Понятно, да? Вот, значит, ну вот, то есть этим у нас полностью определено отображение из u крест v в u тензорно v. Ну и теперь я думаю, что вы не удивитесь, не сильно удивитесь, если я скажу теорема, значит, так построено отображение, ну, билинейное отображение, фи из u крест v в u тензорно v обладает универсальным свойством тензорного произведения. Ну, правда, вы не удивляетесь, да? Ну, давайте я докажу там совсем несколько строчек, нарисую еще раз этот треугольник наш. Так, ну, поскольку все достаточно на базисах делать, понимаете, да? Для свободных модулей все достаточно делать на базисах нам. Значит, билинейное отображение задаются на парах базисных элементов, линейное отображение задаются на базисных элементах, так, а базисные элементы тензорного произведения соответствуют парам базисных элементов просто по определению, по построению, соответствует парам базисных элементов со множителей. Вот, то есть это, я, в общем-то, уже все доказательства рассказал, правда, да? Все услышали, да? Или лучше написать все-таки? Значит, доказательства. У крест В, У тензорно В, W, Пси. Значит, здесь вот мы взяли Е и ФЖ пару, значит, но она здесь ушла в, значит, ФИ в Е и тензорно ФЖ. Здесь она ушла в Пси от Е и ФЖ. Так, значит, вот. И эти ребята образуют базис здесь. Ну так базис-то мы можем просто куда угодно отправить. И единственным образом продолжить до линейного отображения. Ну так мы взяли и это отправили сюда и продолжили до линейного отображения. Просто универсальное свойство базиса. То есть в этом случае универсальное свойство тензорного произведения. Так, это тоже самое, что универсальное свойство тензорного базиса. Что базис можно отправить куда угодно, но взяли и отправили. Единственным образом продолжили до линейного отображения. Значит, единственным образом продолжается до линейного отображения. Ну а теперь посмотрите, поскольку на парах базисных элементов это согласовано, значит совпадает. И то, и другое. Понятно, да? Белинейно то совпадает. Вот всё. Вот, собственно говоря, всё декательство. Ну а теперь скажите, какой из них проще? Я не знаю, но вам виднее. Какое вам кажется более поучительным? Поучительным. 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 А и то, и другое. То, что проще, оно всегда и поучительнее. Нет? Как разве оборот? Это меня нет. Нет, именно так. О, вы, я чувствую, не считали, так сказать, Германа Гесса, да, игра в бисер. Там, так сказать, говорится по этому поводу ровно следующее. Что глубина не там, где тёмные и туманные. Я, конечно, могу и по-немецки это воспроизвести, если вам интересно. Значит, глубина не там, где тёмные и туманные, а там, где ясные и прозрачные. Что когда ты вот смотришь ночью на, так сказать, вот звёздное небо, то там часть кажется, так сказать, там тёмной, это вот ровно облака. Они совсем близко и, так сказать, а вот там, где, так сказать, ясные и прозрачные, там открываются звёзды, это гораздо дальше и гораздо глубже, чем, так сказать, то, что закрыто облаками. Вот точно так же и в науке во всей, так сказать. То есть вот самое глубокое, это то, что лежит на поверхности. Потому что труднее всего увидеть. То есть самое простое, это писать там какие-то сложные формулы, которые никто не может прочесть. Значит, гораздо сложнее это придать этому такой смысл, который вот можно объяснить на пальцах семилетнему ребёнку. Вот это намного сложнее, понимаете. И математика именно в этом. Математика это то, что мы понимаем, всё остальное это не математика, это чистописание. А? Это можно объяснить семилетнему ребёнку. А неужели нет? Вот. Давайте вы попрактикуетесь, да. Объясняю одно и второе, да. Бедные дети, они умные. Понимаете, вот почему-то физики объясняют друг другу вот так вот. Да и ничего не понятно. Чёрт, а. Ну не знаю. Так, значит. Понимаете? То, что они сами не понимают, это не значит, что ничего не понятно. Понимаете? Нет. Значит, не каждый элемент, да. Ну давайте я сформулирую следствие. Следствие такое, значит, ну что размерность тензиного произведения двух модулей, если у и в это векто, двух вектое пространство над К. Размерность тензиного произведения двух вектое пространство на произведению размерности. Ну для сравнения, значит, размерность суммы равна сумме размерности. Все в кружочках. Где в кружочках? Слева. Ну да. 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 Вот на самом деле. Так. Вот здесь вот в этих формулах вся комбинатурика, значит, то есть, вместо того, чтобы смотреть на суммы произведения натуральных чисел, ну и смотреть на натуральные числа, как на размерности вектоных пространств. И вместо того, чтобы проверять, что два, так сказать, значит, числа совпадают, это очень сложно. Проверить, что два числа совпадают безумно сложно. Вместо этого нужно интерпретировать эти числа, значит, как размерность одного и того же векторного пространства. Вот я вам только что это иллюстрировал. Вот на примере того, что, значит, я построил два базиса пространства центральных функций. Один базис, который был занумерован классами спряженных элементов, другой, который был занумерован классами эквивалентности неприводимых представлений. Так, значит, мы никакой биекции не установили, мы никакой формулы не написали, мы просто интерпретировали то и другое, как размерности векторных пространств. Одного и того же векторного пространства. Так, и вот ровно, значит, переход от множеств к векторным пространствам, любое множество это векторное пространство. Вы думаете, что я сказал, что любое векторное пространство это множество? Нет. Значит, любое множество это векторное пространство над полем из одного элемента. Вот, но, значит, его можно интерпретировать как базис векторного пространства над любым полем. Так, и всегда гораздо проще, чем доказывать какое-то комбинаторное тождество, намного проще проверять изоморфизм векторных пространств. Это просто, ну, фантастическое совершенно упрощение. Технически. Допустим, сумма C из Npk в квадрате равна C из Npk в квадрате равна C из Npk в 2N. Да-да, именно так. Допустим, это, конечно, можно сказать, что у нас в основном все-таки совсем неестественные. Да, совсем естественные. Или наоборот, смотря на такую... Что ж вы говорите такое? Что ж вы говорите? Вот все, вот то, что вы сейчас сказали, мы это тождество напишем, когда у нас будет симметрическая алгебра. Так, и там мы просто разложим, там, значит, какую-то симметрическую алгебру, какую-то симметрическую степень, там, в прямую сумму тензорных произведений, каких-то других симметрических степеней, там, и так далее. И все, и все такие... Ладно, допустим, а если там было ничего не стерлинга? Нет, ну, в любом случае, я вам говорю то, что я твердо знаю в данном случае. Так, вот, это просто намного проще, технически реально проще. Вот, да, а что же я хотел сказать-то, значит, насчет того, почему физики это неправильно понимают? А, ну да, потому что, значит, ну вот в этом пространстве вот есть разложимые тензоры. Значит, разложимые тензоры, они, ну, чем являются с точки зрения матриц? Ну вот сейчас мы установим, сейчас я же как бы не закончил еще эту тему, значит, тут нужно будет нам строить канонические изоморфизмы. Ну, вот, значит... А? Что форма вы отрицательные числа, которые не приняты, а отрицательные изоморфизмы? О, вы правы, абсолютно. Для этого нужно переходить от категории векторных пространств к категории виртуальных векторных пространств. Это правда, да. Но это народ уже сделал, так сказать. Бывают векторные пространства отрицательные размерности, если... Значит... А? Ну, в анализе рассматривается, значит, пространство там любой вещественной размерности, да, конечно. Вот. Алгебры, да? А? А потом комплексные, а потом какие-нибудь поля в размерности. Вот. Да, так вот я вот что хотел сказать, что вот эта формула, посмотрите, которая у нас здесь написана, значит, вот тензорное произведение двух тензоров. Так получается то, что называется разложимые тензоры. То есть, чтобы тензор был разложим, он должен удовлетворять какой-то системе квадратичных уравнений. Посмотрите, вот у нас... Как выглядит разложимый столбец? Значит, выглядит так. Икс один, игрек один. Икс м, игрек... Чего? Икс один, игрек н. Икс м, игрек один. Икс м, игрек н. Ну, может быть, вам на это будет чуть легче смотреть. Это я написал элемент, написал элемент РМ тензорно РН. Но, может быть, вам будет на это чуть легче смотреть, если я напишу РМ тензорно РН. Так, значит, то есть, если я напишу столбец на строку. Так, значит, ну, столбцы на строке, это матрицы размера М на Н, правда, да, на ДР? Так, то есть, вот тот же столбец запишется в таком виде. Значит, Икс один, игрек один, Икс один, игрек м, игрек н. Значит, Икс м, игрек один, Икс м, игрек н. И теперь вы мне скажете, любая ли матрица имеет такой вид? Вот это вы должны хорошо знать из начала второго семестра. Совершенно верно, это матрицы ранга 1. Ну, это неважно, да. Значит, матрицы ранга, ну, если это не равно нулю, то это матрицы ранга 1. Так, над пулем, да, значит, это матрицы ранга 1. Ну, не превосходящую единицу. Вот, то есть, разложимые тензоры отвечают матрицам ранга 1. Вот, то есть, это значит, что, ну, матрицы ранга 1 называют каким-то уравнением. Ну, например, над полем это точно то же самое, что сказать, что все миноры второго порядка равно нулю. Так, ну, что здесь является аналогом минора второго порядка? Так, ну, если вы сюда посмотрите пристально, то вы увидите, например, что произведение двух этих элементов равно произведению двух этих элементов. Ну, и понятно, что такого же типа квадратичное уравнение выполняется для, значит, любого, любой пары индексов. Понятно, да? Вот, то есть, далеко не любой тензор разложим, далеко не любая матрица является матрицей ранга 1. Так, но для конечных матриц, для конечных матриц. Так, я сделал паузу и повторил, да, для конечных матриц. Все услышали, да? Вот в анализе в этом сложно, что там нужно к пределу потом переходить, ряды образовывать, да? Вот это вот, там возникнет реальная техническая сложность, что нужно будет рассматривать там, ну, какие-то еще ограничения накладывать. Вот, значит, но для конечных матриц, любая матрица является конечной суммой матриц ранга 1, ну, а именно, если ее ранг равен r, то ее можно представить в виде суммы r матриц ранга 1, r штук. Над коммутативным кольцом. Над коммутативным кольцом, я вам разве не сказал, что у меня все кольца коммутативные? Над коммутативным кольцом там линейная алгебра очень сложна, потому что там линейная зависимость слева и справа, они никак не связаны между собой. То есть, наверное, слово, но не помню, то есть, доказательство неважно. Нет, ну, это определение ранга. То есть, все остальные определения, это неправильное определение. Это правильное определение, а во всех остальных, для всех остальных определений докажется, что они случайно совпадают с этим, в тех случаях, когда совпадают. Так, но они совпадают далеко не всегда, для поля совпадают все определения. Для поля совпадают все определения, но это, потому что над полем линейная зависимость устроена очень просто. Потому что там либо 0, либо обратим, там, так сказать, все можно исключить поэтому. А уже, так сказать, над кольцом это не всегда так. Вот, но в любом случае любая матрица является суммой матриц ранга 1. Так, вот, но сама матрица ранга 1 не является. И это ровно значит, что вот, но не любое состояние системы сложной является чистым состоянием. Вот не любое состояние определяется, понимаете, матрица не определяется одним столбцом и одной строкой. Так, значит, то есть вот состояние сложной системы не определяется состоянием ее частей. Вот кроме, так сказать, состояния ее частей, они могут быть, ну, бывают смешанные состояния, которые имеют вид, вот, не тензор на тензор, не вектор на вектор, а сумма этих вещей. У1 тензор на v1 плюс и так далее плюс ур тензор на vr. Вот это, так сказать, значит, неразложимые тензоры, которые нельзя представить в виде просто произведения двух векторов. Так, ну вот это то, что называется в физике смешанные состояния, так, которые не разделяются на состояние, состояние системы, не определяются состоянием ее подсистемы. Нужно рассматривать сразу. И с этим связаны все так называемые парадоксы, вот я не знаю, слышали вы, насколько вы глубоко изучали в школе физику, я не знаю. Всякие вещи, типа, так, типа, значит, парадокс Эйнштейна, Подольского, Розена, там, я не знаю, они удивляются, они, значит, вот, ну они считают, как бы, ну, поскольку тензоров не изучали, еще в роботе не были написаны, так, то, значит, они там смотрят, что они что-то, так сказать, изменили в одной половинке системы, и при этом что-то сразу изменилось в другой половинке системы, так, ну, и они удивляются, говорят, что это парадокс, что этого не может быть, ну, так сказать, как же, как же не может быть. Этого не могло быть, если бы любой тензор имел вот такой вот вид, вот такой вот вид, тогда не могло бы быть, но это же не так, никого парадокса нет, вот, а есть, так сказать, непонимание того, что не каждый тензор разложим. Вот, ну, ладно, это, значит, было второе определение, а теперь я хочу совсем коротко, сколько у нас времени, во сколько мы должны? До конца, то есть, значит, я к тому, что сколько я успею, значит, я хочу сформулировать еще два вопроса, так, заменив, заменив два на, на любое конечное число, так, но я не хочу писать все формулы, вы понимаете, почему, да, на доске, но я хочу потом у вас их спрашивать на экзамене, поскольку дальше я буду использовать все время те же конструкции для любого количества модулей, так, ну, вот сейчас посмотрим, значит, как мы по этому поводу поступим. Значит, тензорное произведение нескольких модулей, следующий вопрос, вот, значит, пусть у нас У1, так, ну, мне буква еще нужна, или у нас буква М снова не занята, правда, она была занята здесь, а теперь снова не занята. У1, УМ, значит, это Р-модули, и, пожалуй, чувствуется, что я не сказал про некоммутативное кольцо, давайте я скажу про некоммутативное кольцо, вот. Так, ребята, давайте на секунду отвлекусь еще, просто на секунду, значит, вот мы тут говорили кольцо коммутативное, кольцо коммутативное, почему кольцо коммутативное? Ну, дело вот в чем, что мы, значит, брали два модуля, из них изготавливали модуль, который, кстати, на самом деле правильно обозначать так, и совсем правильно, то, когда несколько колец, то нужно брать тензорное произведение, указывать еще, над чем берется тензорное произведение, и вот в чем это отражается, то, над чем берется тензорное произведение. А отражается вот в чем, какие скаляры мы можем выносить, так, то есть тензорное произведение на ДР и на С, это совершенно не одно и то же. Значит, тензорное произведение С на С на ДР, оно четырехмерно на ДР, а тензорное произведение С на С на С, оно одномерно на С, то есть двумерно на ДР. А они могут быть по разным модулям? А? Могут, конечно, в одной и той же формуле. Над разными кольцами модулями. Мог, вот я об этом как раз сейчас и говорю. Вот, а значит, ну вот мы какие свойства постулировали? Мы постулировали такие свойства, мы не различали левые и правые модули, мы постулировали такие свойства, что вот это вот равно вот этому с одной стороны, а с другой стороны равно вот этому, вот где лямбда и зер, значит, на самом деле тензорное произведение можно образовать для некоммунитивных колец, и это, вот это как раз изложено в Бурбаке, аккуратно, ну, например, в Бурбаке, но сразу в любой книжке по теории колец серьезной. Так, значит, но при этом нужно все время смотреть, с какой стороны мы скаляры переносим, иначе просто будут формулы получаться неправильно, это я вам объяснял тоже много раз, правда, да, если скаляры не коммутативные, то они скаляры не называются, нужно смотреть, с какой стороны мы их пишем. Так, и там вот два этих равенства заменяются на одно равенство, там берется правый R-модуль, правый R-модуль У и левый R-модуль В. Им сопоставляется, значит, У тензорно В над R, что вообще будет не модулем, а Абелевой группой. То есть структура модуля, она при тензорировании, при образовании тензорного произведения исчезает. Так, а почему? Потому что она вся поглощается вот в это тождество, но которое становится не двумя тождествами, а одним тождеством. Вот таким тождеством. У лямбда тензорно В равно, ну, естественно, все тождества, которые мы можем писать, единственное тождество, которое мы можем писать в некотором случае, это тождество ассоциативности. Равно У тензорно лямбда В. Вот это тождество называется тождество сбалансированности. Вот, и уже умножить тензорное произведение двух векторов на элементы из кольца уже нам никак не удастся, если на них нет дополнительной структуры. То есть для того, чтобы это стало модулем, нужно, чтобы кто-то из этих ребят был не просто модулем, а... Так, кто скажет? Сева скажет сейчас нам, да? Би модулем, абсолютно правильно, да. Би модулем. А? Конечно, да. Вот. Было би модулем. Понятно, да? То есть тогда для этого нужно, чтобы вот элемент У можно было нажать не только справа, но и слева. Или элемент В можно нажать не только слева, но и справа. Тогда это, соответственно, станет левым модулем или правым модулем. Так, понятно, да? И дальше там с этим связана масса дополнительных нюансов, которые накапливаются, накапливаются, накапливаются. И поэтому, чтобы об этом не говорить, поскольку вы это будете применять в других курсах, все-таки главным образом только для коммутативного случая, понимаете? Ведь курс алгебры, он является то, что называется... То, чем я здесь занимаюсь, называется Service Teaching. Да, я вас не алгебре учу, а тому из алгебры, что вам понадобится для понимания других курсов, только, в основном. Вот, значит, то я, конечно, это не рассказываю, так? Ну, потому что это как раз то, чем занимаются алгебраисты, вот, ну, там, например, профессиональная школа генерала, там, и так далее, у нас. Вот, значит, в Москве много людей занимается, конечно. Так, пусть у нас У1, УМ это В модули, Р модули, тогда мы хотим образовать их тензорное произведение. Значит, определение. Тензорное произведение. У1, УМ, надо Р, называется, Р модуль. Так, ну и все поняли, что раз я сказал Р модуль, то я предполагаю, что Р коммутативно. Р модуль У1 тензорно, тензорно УМ, вместе с М линейным отображением, значит, У1 крест, крест УМ, У1 тензорно, тензорно УМ, Фи, которые, вот, набор векторов переводит в их тензорное произведение, разложимый тензор отсюда. Значит, такое, что для любого М линейного отображения Пси из У1 крест, крест УМ в любой модуль В, значит, существует единственное линейное отображение, тета из У1 тензорно, тензорно УМ в В, такое, что, ну вот треугольник коммутативен, такое, что Пси равняется Фи кружочек тета. Так, значит, М линейное, М линейное, линейное, так, то есть вот у нас есть отображение У1 крест, крест УМ, У1 тензорно, тензорно УМ, так, и для любого отображения Пси М линейного в любой модуль В существует единственное линейное отображение тета, которое делает этот треугольник коммутативным. Так, все помнят, что это значит, а значит, что вот эта композиция равна тому. Ну и, как всегда, возникают те же вопросы, которые получают те же ответы. Так, ну как мы можем определить, как мы можем построить тензорное произведение нескольких модулей? Ну так, наивная точка зрения, что мы скажем, что вот это вот равно вот этому, ну это плохо, потому что при этом симметрия между УВ и УВ нарушается больше, чем мы хотели бы, чтобы она нарушалась. Так, другой вопрос, что на самом деле вот между вот этими модулями существует канонический изоморфизм, но он существует и между этими модулями. Так, значит, здесь этот модуль порождается разложимыми тензорами, этот модуль порождается разложимыми тензорами, так мы можем их отождествить, но тогда, извините, мы можем сказать, что У тензор на В равно В тензор на У, и отождествить У тензор на В с В тензор на У. То же самое, ну потому что, понятно, это такой же точно канонический изоморфизм, но как-то вот это писать не хочется совсем, потому что, особенно это не хочется писать, когда В равно У. Так, все поняли, да, так сказать, что в этом случае, значит, это значит, ну вот мы здесь на них смотрим, когда мы пишем вот это. Извините, я все-таки напишу так, чтобы не травмировать, так сказать, психику. Вот, значит, понимаете, да, потому что это соответствие, каноническое соответствие, это не то же самое, что и равенство, тем не менее. Потому что, когда мы смотрим на них, как на элементы одного и того же модуля, но они не равны совсем, да. Но возьмите и перемножьте, ну все поняли, да, перемножьте, значит, ну что там, перемножьте вот такой столбец на вот такой столбец, что у нас получилось по нашему определению. Какой столбец? Вот это на это, вот это на это. Так, а теперь перемножьте в обратном порядке. Так, вот это на это, вот это на это. Ну как-то странно сказать, что вот это равно вот этому, ну как-то совсем странно, правда, да. Вот, поэтому вы понимаете, почему я не хочу здесь писать равенство. Но тогда я не могу и здесь писать равенство. То есть если я должен либо говорить и там и там физическое равенство, либо я должен, так сказать, и там и там говорить канонический изоморфизм, да. Так, но поскольку я здесь не могу сказать физическое равенство, то я и здесь не должен говорить физическое равенство. Поэтому я не могу так определить, ну что это значит, значит я должен делать то же самое, что для двух модулей, повторять заново всю конструкцию, но мне этого делать не хочется, но вы справитесь с этим наверняка, тем более, что это написано все подробно, а в книжке Костритина-Манина, там в книжке Бурбаки, если хотите, значит написано все подробно в моем конспекте, конечно. Так, ну я думаю, что вы просто в качестве упражнения, и это полезно, один раз продумать здесь все детали, правда, да, так, значит, то есть теорема, которая состоит в том, что, значит, в том, что тензерное произведение любого конечного количества модулей существует, так, и вот строится так же, как тензерное произведение двух модулей, через модуль формальных линейных комбинаций, порожденных, формальных линейных комбинаций, вот этих самых м-ок векторов, у которых первая компонента из первого, вторая из второго, и так далее, последняя из последнего. Значит, теорема, Тензерное произведение существует. Значит, доказательства, конструкция как для двух, продумать все детали будут в экзамене. Вот, значит, ну а да, после этого, конечно, после как вы и построили эту конструкцию, можете сказать, что действительно это равно вот этому, это равно вот тому, ну равно в смысле канонического существования, канонического изоморфизма, который ни от каких базисов вообще ни от чего не зависит. Ну, здесь у меня доказательство написано, и там используется вот слово, которым очень горжусь, слово тупель, что я обвел его в русский язык лично. Ну, по-немецки тупель, я вам говорил уже. Ну, по-английски не понятно, как это произносить, тупель, тупель и так далее, по-разному, по-разному, в зависимости от того, что перед этим стоит. Тут же понимаете, эмптепл, нет, отдельно, наверное, тупель, да, наверное, ну, неважно, да, но по-немецки-то лучше, гораздо красивее, значит, по-русски адекватнее звучит. Так, ну, изоморфизм второй я тоже здесь доказываю, ну, ладно, то есть, кстати, значит, здесь у меня доказаны эти изоморфизмы, конечно, тоже установлены. Вот, так, параграф 4, то же самое, значит, базис тензурного произведения нескольких модулей, но то же самое, значит, вот физическое определение. О, я вам в конце, значит, я вам даже расскажу, наверное, не 5 определений тензурного произведения, а 6, все-таки я вам расскажу, значит, это самое, вот, определение в координатах, но это только, когда вы будете к этому психологически готовы, потому что, значит, травмировать вас раньше времени... Так сказать вам, как это определялось, когда я вот был в вашем возрасте, там, ой, сколько там букв, да, именно так, значит, говорилось так, значит, вот тензур задается сопоставлением каждому базису набора, там, чисел, чисел, зависящих от каких-то индексов, верхних и нижних, там, значит, которые при преобразовании базиса преобразуется, и там, и дальше писалась формула, в которой фигурировала матрица перехода от базиса к базису, обратная к ней, транспонированная, и транспонированная к обратной. Ну, или что-то в таком духе, так, то есть, вот пишется формула, и какой в этом смысл, просто, ну, вообще не понятно, то есть, что такое, то есть, это можно только было выучить наизусть, то есть, понять, что, что это значит, просто невозможно, с моей точки зрения, так, то есть, вот, вы поймете, после того, как все-таки изучите то, что, как сегодня люди рассказывают в алгебре, так, вы поймете, что написано в этих книжках, но те, кто читали эти книжки, не читая, вот, не изучая современные алгебры, они, конечно, там не понимают ничего, то есть, я не знаю, ну, либо они как-то, у них какое-то другое мышление, они, видимо, на уровне этих формул и думают, то есть, как бы, они, вот, ну, вот, только смотрят на эти, на этот дым, и, как бы, и переписывают буковки, что я не знаю, понять там ничего невозможно. Вот, значит, базе становственного произведения нескольких модулей, ну, вот, пусть у нас У1, УМ, это модули свободные, значит, свободные модули над Р, ну, скажем, рангов, рангов Н1, НМ. Так, и выберем в каждом из них базис, значит, ну, тут базис придется одной и той же буквой обозначать, да, но только писать сверху индекс в каком модуле, То есть верхний индекс, это номер модуля, а вот это вот номер вектора в базисе, тогда теорема значит что мы можем построить тензерное произведение нескольких модулей, вот таким вот образом, просто взять модуль, ранг свободных модулей, ранг которого равен произведению рангов со множителей, так базис там построить вот это самый формально тензерд бейс, вот оттензорить, как по-русски договорились это называть? Тензорнуть, ну да, это как-то совсем так развязно звучит фамильярно, значит мы будем думать над этим, русский язык развивается, как и любой другой, значит теорема в качестве, вот У1, УМ можно взять свободный модуль, ранга Н1 умножить на, умножить на НМ с базисом, так и пожалуй так, но все поняли, что это будет М мерная матрица, но мы базис произведения двух модулей располагали в виде матрицы, то есть мы вначале упорядочивали, упорядочивали, фиксировали первый индекс и варьировали второй, потом мы фиксировали, потом мы меняли, увеличивали первый индекс и снова варьировали второй и так далее, а здесь мы что должны сделать, здесь вначале мы должны зафиксировать первый все индексы кроме последнего и варьировать последний, потом значит, когда мы дошли до конца, мы должны увеличить предпоследний и варьировать последний и потом, когда мы, так сказать, второй уже увеличили до конца, мы должны увеличить третий с конца и начать делать то же самое, то есть лексикографически, то есть с базисом таким, значит, е, ой-ой-ой, так, ну я думаю, что я напишу, е и один тензорно е, вот это вот я сейчас начинаю заниматься классическим тензорным анализом, е и два, два тензорно, тензорно е и м, где, значит, где и один между единицей и n1, и два между единицей и n2 и так далее, значит, и м между единицей и nm, так, упорядоченный лексикографически, значит, с отображением, так, и вы помните из теории алгоритмов, что такое лексикографически, правда, да, значит, с отображением у1 крест и так далее, крест ум в у1 тензорно и так далее, тензорно ум, м, которое вот вект, которое набору е и 1, 1, е и м, м сопоставляет вот их тензорное произведение, то есть базисный вектор. Вот, ну то есть, что утверждается, утверждается, что то, что я сейчас здесь нарисовал, удовлетворяет свойствам, универсальному свойствам своего произведения, так, но это, собственно говоря, тут и доказывать-то нечего, но вы, тем не менее, докажите, значит, потому что, ну давайте я словами скажу, все понимают, что здесь сказано, здесь сказано вот что, ну, значит, чем определяется отображение поле линейно отсюда куда-то, определяется значениями на этих вещах, чем определяется линейное отображение отсюда куда-то, заданием значений на базисных элементов, но этих наборов, этих базисных элементов одинаковое количество, вот они так и сопоставлены, вот это ровно и есть то, что мы хотим. Так, значит, то есть вот, ну все поняли, да, в чем будет тут сложность у нас дальше, когда мы берем много пространств нам придется как-то много буквок писать, многоступенчатые индексы, они имеют свойство путаться там и так далее, а потом там операции выражать, а потом мы еще должны будем написать, мы должны будем рассматривать пространство и двойственное к нему, и тогда, значит, в двойственном пространстве мы должны, вы поняли, что мы должны будем в двойственном пространстве, двойственный базис, поменять эти индексы местами, вот и я про то же, да, вот поэтому, да, а теперь представьте, что народ делает то же самое, только не различает пространство и двойственное еще к тому же, это уже просто ау. Вот, значит, но доказательства продумать детали. Ну, опять же, это написано, конечно. Вот, ну просто, ну смешно совершенно, значит, если я сейчас начну вам это доказывать на доске. Вот, дело стоит, ну я вам всю идею объяснил, а о буквке писать. Вот, теперь я хочу вам рассказать еще несколько вещей, несколько следующих вопросов будут называться канонические изоморфизмы. Так, значит, ну вот, на самом деле, то, что мы построили, сейчас я опять скажу в очередной раз слово, которое я формально не объяснял, которое я уже очень много раз употреблял, но которое я вам только объясню в ноябре, ну извините, слово функтор. Так, вот, что мы сделали? Мы построили, значит, еще один функтор из, значит, из модулей двух аргументов, из категории модулей в категорию модулей. То есть мы взяли два модуля и сопоставили им тенджные произведения. Так, ну мы что-то еще умеем делать и мы этим пользовались. У нас еще какой-то есть функтор такой двух аргументов. А у нас еще есть более того, функтор одного аргумента. Так, что значит, что это функторы? Ну это значит вот что, что на самом деле не только двум модулям мы сопоставили модуль, что мы еще отображение между ними сопоставили отображение. То есть на самом деле вот функтореальность означает следующее, что если у нас есть вот отображение из У1 в У2 и отображение из В1 в В2, что тогда им сопоставляется отображение из У1 в У2 тенджер на В2, ну которая так что на случайно обозначается фи тенджер на Пси. Вот, вот здесь значит, это значит, что отображение из У2 в В2 сопоставляется отображение фи со звездочкой из В2 в У2. То есть поэтому этот функтор контравариантен, а этот функтор ковариантен по обоим аргументам. Ну у нас еще один функтор был, ну который собственно строит, на самом деле мы могли его теперь не определять, мы могли его построить, совмещая эти два. Вот сейчас мы это ровно сделаем, но он у нас иначе определялся. Он у нас строился, и там строился базис, там говорилось. Вот мы в первом семестре делали ровно то, что мы делали сейчас для, то что я сегодня сделал для тенджерного произведения двух свободных модулей, мы в первом семестре, там третья основная тема первого семестра была именно ровно это. Вот то, что вы должны были из первого семестра запомнить, это ключевое слово. Какое? Но факторизация уже прозвучало. Двойственность, сейчас тоже об этом будет разговор. Матрица линейного отображения. Вот матрица линейного отображения, это именно ровно утверждение, что хом из одного свободного модуля в другой свободный модуль сам является свободным модулем, и построение там базиса. Помните, да? Ровно это, это ровно то, что мы сейчас делали для тенджерных произведений. Так о каком функторе там идет речь? Ну о функторе, который паре модулей сопоставляет модуль линейных отображений с первого во второй над коммутативным кольцом. Вот здесь снова существенно, что кольцо коммутативно, потому что иначе это будет абелева группа, а чтобы это стало модулем, нужно, чтобы значит у нас либо первый модуль, либо второй был бимодулем, а не просто модуль. Так, это функтор хом. Значит первое, второе и третье. Значит у в сопоставлялся функтор хом у в. Помните, да? Так, ну вот этот функтор, если вы сейчас над этим подумаете, он тоже функториален. Вот если у вас есть отображение Фи из У1 в У2 и Пси из В1 в В2, то у вас этому сопоставляется, а теперь внимание. Отображение откуда-куда? Откуда-куда? Отображение из Хом У2, В1 в Хом У1, В2. Сообщенными словами это контр-вариантно по первому аргументу и ко-вариантно по второму. Понятно, да? Вот и вот сейчас мы установим, значит, несколько связей между вот этими функторами. Так, мы установим несколько канонических изоморфизмов. Они все на самом деле будут вытекать из одного канонического изоморфизма, но я вам вначале докажу три простеньких, а потом, так сказать, мы можем их совместить, чтобы получить общий. Но именно ровно потому, что мне лениво использовать четыре индекса, мне проще каждый раз использовать по два индекса, чем сразу четыре. Хотя вы, конечно, можете взять и не полениться написать, значит, сразу используя четыре индекса доказательства того, что построить на базисах изоморфизм, скажем, для свободных модулей, и сказать, что все остальное, все, о чем мы говорили до этого, является следствием. Так, значит, а именно мы выразим, мы выразим тензельное произведение через Хом или Хом через тензельное произведение. Что вам что нравится? Это одно и то же, конечно. Так, мы покажем, что ну вот между этими тремя вещами существуют связи, которые позволяют выразить одно через другое. Ну, например, значит, вот канонические изоморфизмы. Они вообще говоря верны только для проективных модулей конечного ранга. Так, мы помним, что это такое? Значит, помним мы, что это такое? Что такое проективный модуль конечного ранга? Это модуль P, для которого существует модуль Q, такой, что их сумма является свободным модулем конечного ранга. Вот, то есть эти, значит, изоморфизмы не верны, например, для бесконечно мерных объектных пространств. Для бесконечно мерных объектных пространств одна из их частей будет много больше, чем другая. Так, и они не верны даже для, вообще говоря, даже для модулей конечного ранга, но не проективных. То есть не верны, там, для, буквально, ну, там, для модулей кручения, там, для, то есть для самых простых примеров. Вот, значит, ну, вот я вам докажу следующие изоморфизмы, так, значит, я вам докажу выражение тензорного произведения через хум. Значит, U тензорно V равно, ну, я пишу U равно, потому что это канонические изоморфизмы, то есть они не зависят от выбора базиса. Значит, ну, в проективных модулях базисов и нет, но есть координатные системы, не зависят от выбора координатной системы, они строятся по самим модулям, хум U со звездочкой V. Так, ну, на самом деле это же равно, конечно, хум V со звездочкой U. Вот, но как бы и здесь, и здесь, вроде бы симметрия между U и V нарушается немножко сильнее, чем здесь, правда, да? Так, вот это первое, что я вам докажу. Значит, второе, что я вам докажу, конечно, это вот это вот, что двойственное к тензорному произведению есть тензорное произведение двойственное. Ну, опять, для проективных модулей конечного ранга, значит, двойственность для тензорных произведений. Третье, что я вам докажу, это, значит, то, что тензорные произведения и хумы сопряженны. Так, то есть я докажу вот такой изоморфизм, что хум U тензорное W равно хум U хум VW. Значит, понятно, что здесь сказано? На самом деле мы это уже знаем. Это значит, что биолинейное отображение из U крест V в V, а поскольку это-то по определению равно L, U, V, W. И это, пожалуй, я понял, что это то, что я вам не сказал, ведь правда, да? Значит, ну это просто ровно то определение, которое я вам дал, тензорных произведений, это вот это определение. Так, вот, ну а что такое биолинейное отображение из L из U крест V в W? Это линейное отображение, которое сопоставляет каждому элементу U, линейное отображение из V в W, это мы обсуждали, когда обсуждали скалярные произведения. То есть по существу мы уже знаем этот изоморфизм, но только мы знаем его, когда здесь стоит не W, а K. Так, значит, это вот, это значит, это канонический изоморфизм называется, вот это называется двойственность для тензорного произведения. Это называется выражение тензорного произведения через HOM, а этот называется сопряженность тензорного произведения и HOM. Сопряженность как функторов с точки зрения теории категории, это значит, что тензорное произведение и HOM являются сопряженными функторами. Вот, значит, ну и на самом деле после этого я вам докажу результирующие, вот когда мы совместим три этих вещи, мы получим следующий изоморфизм. Так, который, понятно, я уже доказывать не буду, а сошлюсь на предыдущие, хотя на самом деле мог поступить ровно наоборот, потому что все эти изоморфизмы являются частными случаями одного изоморфизма. Когда мы взяли четыре модуля, так, и, значит, мы построим следующий канонический изоморфизм, так, в котором фигурируют четыре модуля. Значит, U, W, Z, так, значит, мы возьмем HOM, U, W, TENSOR на HOM, W, Z, и это окажется совершенно случайно равным, ну или закономерно, это как кому кажется. Это окажется совершенно, так сказать, окажется равным, к чему? Так, значит, то, что здесь написано, ковариантно по W и по Z, и контравариантно по U и по W. То есть то, что написано справа, должно быть ковариантно по W и по Z, и контравариантно по U и по W, то есть U и W должны фигурировать, если звездочек нет, в качестве первого аргумента, а W и Z в качестве второго. Первое просто тензорное, второе, извините. Вот этот изоморфизм называется тензорное произведение линейных отображений. Вот, то есть если у нас есть, значит, линейное отображение такое и линейное отображение такое, то ему можно сопоставить, вот это и есть функториальность. Линейное отображение вот такое, так, и это линейное отображение можно понимать в двух смыслах. Можно понимать, так как я вам это определял уже сегодня, с утра, первое. Что я сказал? Я сказал следующее, что вот это применяется к U тензорное В как? Значит, U отсюда, поэтому к нему можно применить Фи, В отсюда, поэтому к нему можно применить Пси, а потом что с ними нужно сделать? Никита нам ответил, что нужно сделать. Что вы нам сказали с утра? Как не помните? Вы сказали правильно. Но если вы один раз сказали правильно, то вы должны второй раз сказать правильно. Что, Гриша, что-то не так? Нет, ну что должно быть? Что можно сделать? Значит, вы вот взяли к этому, применили отображение, получили элемент отсюда. Взяли к этому, применили другое отображение, получили? А? Тензор на перегон. Конечно, абсолютно правильно. Значит, Фи от У тензор на Пси от В. Расскать, первое. Вот это, нужно сказать, первое понимание того, что такое тензорное произведение линейных отображений. Тензорное произведение линейных отображений. А второе, это у нас вот элемент отсюда и элемент отсюда. И что такое их тензонное произведение, это элемент вот этого всего, а вот это элемент вот этого. И вот этот канонический изоморфизм значит, что вот это вот равно вот этому. Вот это понимаемое как элемент тензонного произведения равно вот этому уже понимаемому как тензонное произведение линейного отображения. То есть никакого противоречия в использовании значка тензорного произведения нет, понимаете? Это наша программа на следующую лекцию, доказать эти канонические изоморфизмы, определить, поизучать тензорные произведения линейных отображений и самое главное вычислить матрицу тензорного произведения линейных отображений, когда мы зафиксировали базисы. Вот давайте мы во всех этих четырех модулях, так, ну и все поняли какая это будет жуть, потому что нам нужно будет зафиксировать здесь четыре базиса. Не, я не буду это рассказывать, это вы сами придумали. Знаете, я расскажу вам частные случаи, когда W равно U, когда W равно Z, что-нибудь в таком духе, да, то есть я рассмотрю, значит, тензорное произведение двух операторов линейных, не любых линейных отображений, а операторов, когда они четыре базиса, а всего два, ну а потом вы займетесь чистописанием и, так сказать, ну то же самое, только нужно выбирать четыре базиса и посмотрите, как выглядит матрица, значит, тензорного произведения линейных отображений в тензорном произведении базисов. Так, ну и кто мне скажет? Тот, кто понимает во все, как устроен математические результаты, может сразу сказать, чему она будет равна. Матрица тензорного произведения линейных отображений в тензином произведении базисов. Так, Полина знает ответ, вот Полина, она ведет конспект, поэтому она знает ответ. Ну будет есте... произведение Кронекера. Будет тензином произведения матриц, естественно. Вот это просто так все и определяется, чтобы слова совпадали, понимаете. Слова кто-то придумывает, правда не случайно, слова придумывают уже зная ответ. Это не то, чтобы, так сказать, там вот есть какие-то вещи в природе, про которые мы что-то говорим, да, а это мы, так сказать, вначале думаем, что мы хотим сказать, а потом даем этим вещам имена. Так, значит естественно, да, это будет тензинное произведение матриц, так, но которое называется в народе Кронекерским произведением.